МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последнее время звонков что-то было мало. Это, конечно, связано и с переходом нашей программы на эфир канала Крым-24, безусловно. Он только сейчас прорезается в дециметровом диапазоне. Но, тем не менее, если есть вопросы, звоните и задавайте. А пока первый телезритель или радиослушатель дозванивается, я хочу остановиться вот на каком вопросе, который мне уже на протяжении последних дней задают очень многие телезрители и в e-mail, и даже сотрудники. Речь идет о вот этом конфликте, связанном с заявлением главы Республики Крым, о том, что целевая программа развития Крыма до декабря месяца, в общем-то, не перечислены там деньги и так далее, и просят прокомментировать. Дело в том, что, если вы заметили, то из эфира в эфир я проповедую философию самой главной ценности это устойчивость управления Российской Федерацией вообще и устойчивость управления Республики Крым. Это такое достаточно непростое состояние, при котором определенный баланс интересов существует. Я не буду комментировать сейчас то, что возникло некое медийное напряжение, причем которое выразилось в том, что достаточно тяжелые медийные тяжеловесы начали делать достаточно безответственные заявления на материке. Я еще раз хочу сказать, что устойчивость управления сегодня – это самое главное. Безусловно, существуют определенные особенности в распределении бюджетных средств, безусловно, существуют определенные, ну, наверное, столкновения ряда интересов, но это сейчас вот в этой ситуации достойно того, чтобы наложить мораторий на всякие обсуждения этого вопроса. Это все равно должно решаться аппаратно. То, что это было вынесено на всеобщее обсуждение, безусловно, связано с тем, что, хочу напомнить слова президента, который сказал 17 августа, на совещании в Крыму, знаменитая его фраза «А деньги где?» и этот вопрос был обращен не к крымчанам. Соответственно, отсюда крымчане должны для себя определить, что мы, прежде всего, поддерживаем устойчивость управления. Крымчане, безусловно, и власти Крыма правы в том, что они сделали такой ход. Такой ход, наверняка, связан с тем, что это было согласовано с наивысшим уровнем управления. А дальше мы должны с вами спокойно подождать, как эта ситуация аппаратным способом разрешится. И, в общем-то, дальше пусть все устаканится само собой. Я этот вопрос сейчас поднял для того, чтобы вот этот верхний этаж, который между собой выясняет, улаживает определенные аппаратные вопросы, посмотреть на более низкий медийный этаж, который вот к чему приводит. В то время, когда эта ситуация возникла, как по команде, медийные тяжеловесы с материка начали, в общем-то, медийную атаку на Крым. Причем на Крым на всех этажах. И это, на самом деле, нельзя говорить, правильно они делают, неправильно. То, что по команде, оно понятно. Но с этой точки зрения нужно сказать, что вот эти вот атаки, которые, безусловно, нарушают устойчивость управления, которые вносят смуту и раздор, они должны все-таки уравновешиваться неким достаточно срединным путем. И этот путь является создание контента. Причем контента не контрпротиводействующего. Ну, там, вас в чем-то упрекают, вы кого-то упрекаете. Возникает схватка, которая в интересах стравливающего. А должен быть контент, который должен уравновешивать эту ситуацию, позволять всем участникам спровоцированного конфликта усохранить свое лицо и, тем не менее, направить ситуацию в такое русло, когда, ну, кто-то там лает, караван идет. И в этом смысле, вот на наших тренингах, которые, хочу напомнить, мастер-классы мы проводим каждый вторник и четверг с 12 до 2 по адресу Богдана Хмельницкого, 15, там среди людей, которые приходят на эти мастер-классы, сформировалась так называемая рабочая, ну, сами так назвали, рабочая группа комплексного планирования. Это, поскольку управление вопрос информационный, а речь идет о журналистике, прежде всего, в распространении информации, то там возникают достаточно интересные, креативные, методические ходы, как сглаживать, упреждать определенные ходы определенных информационных, медийных кланов, и как создавать ситуацию, усиливающую устойчивость управления. Я хочу пригласить всех желающих, которые интересуются, ну, работой с информацией, которые интересуются информационным взаимодействием с органами государственной власти, со средствами массовой информации, с органами местного самоуправления, прийти к нам, посмотреть, возможно, если то, чем мы там занимаемся, вам понравится, мы сможем сформировать несколько групп, во всяком случае, потребность в кадрах, которые, ну, вот видят определенную конфликтную ситуацию, которая не только, например, на вашем месте работы, а даже в масштабах страны. И люди, в принципе, сразу обладают инструментарием для того, ну, чтобы вписаться в эту ситуацию, разрулить ее и создать, например, некие сообщения, статьи, блоги, видеоролики, обсуждения, ток-шоу, интервью и другие средства информационной работы, которые позволяют ситуацию нормализовать. Это в наше время непростое, важнее важного. Что касается общеполитической ситуации, которая сложилась на сегодня, многие люди задают вопрос, опять же, тот, который был задан Соловьевым президенту в фильме «Миропорядок». Так будет ли война? На что президент ответил, вы имеете в виду глобальная война? Вот, собственно говоря, этот вопрос сейчас обсуждается на каждых кухнях, но, тем не менее, по всем ощущениям, которые происходят, люди ожидают каких-то обострений локальных, но с точки зрения того, что будет, ну, какое-то обострение такое масштабное, в общем-то, люди успокаиваются. Как говорят некоторые аналитики, пик кризиса, пик срыва человечества в конфликт такой глобальный, он пришелся на 17 июля 2014 года, когда был сбит Боинг на территории Донецкой Республики. И только сейчас, по прошествии полутора лет, начинают озвучиваться отдельные фрагменты этого сбития. То есть этот инцидент засекречен на полтора года оказался. И вот сейчас Австралия, Малайзия, Голландия, они начали, ну, как бы по чайной ложке в обед выдавать информацию по этому сбитию. И вот только сейчас становится понятно общий расклад сил, общий расклад интересов, связанный с вот этим. Ситуация, которая складывается сегодня, когда приехал Керри в Москву, когда американцы приехали в Москву, когда американская делегация наказала свою участницу Нуланд, и, в общем-то, на последнем мероприятии, на последнем пресс-подходе Нуланд вообще не оказалось места в президиуме, это достаточно показательная ситуация. То есть происходит мягкая разрядка напряженности, которая на самом деле связана с тем, что Россия имеет на руках колоссальные козыри, и это тоже связано и с Боингом в том числе. Самый главный козырь заключается в том, что добивали-то этот самолет специально для того, чтобы он ни в коем случае не упал на территории Российской Федерации. Потому что Российская Федерация даже самим фактом вскрытия, ну, вот черных ящиков со сбитого Су-24, когда из всех приглашенных 14 стран приехали на вскрытие только Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Китай, остальные страны как бы отказались. И когда в результате того, что это такой куларчик образовался, Российская Федерация сделала в прямом эфире всю эту процедуру, вот такой подход Российской Федерации, когда максимально открыто, когда максимально соглаской всех обстоятельств, безусловно, это люди, сбивавшие самолет, понимали, они добивали Боинг специально, чтобы он ни в коем случае не упал на территорию Российской Федерации. Если бы это случилось, все заказчики, и те, кто сбивали, и те, кто организовывали, и конечные заказчики сразу бы стали видны, и, в общем-то, тогда бы мало не показалось никому. А так, планы были такими, чтобы сбить на территории Донецка, осуществить атаку танками, запахать эту территорию, чтобы никаких следов не было, объявить виноватой Россию и, в общем-то, подвести всю Европу, которая ни сном, ни духом к войне сама по себе не готовилась, к тому, чтобы, ну, в общем-то, развязать континентальную европейскую войну для начала. А это, как мы понимаем, в интересах Соединенных Штатов, которые сейчас мучительно пытаются найти выход из своего экономического кризиса, и выход они видят только в одном – понизить жизненный уровень всех конкурентов, прежде всего Европы, России, Китая, Юго-Восточной Азии, остаться доминирующим центром управления, жандармом мировым, и, естественно, тоже понизится в определенной степени уровень. Но поскольку понижение уровня и вот эти все конфликты, они приведут к сокращению населения, чего в истории человечества уже было не раз, то они останутся лидерами и, таким образом, они сохранят за собой права жандарма. В этой ситуации позиция России при всех обстоятельствах, которые случились за последние месяцы, которые освещались в фильме Соловьева «Миропорядок», позиция России становится все более ключевой. Это во многом связано, конечно, с креативным, совершенно неожиданным для всех мировых элит вступлением России в принуждение к миру, в наказание в уничтожении международного терроризма, который оформлен в ряд террористических организаций, запрещенных на территории Российской Федерации. Безусловно, это связано с тем, что Российская Федерация действует легитимно, в отличие от коалиции, которую возглавляют, например, те же Соединенные Штаты, или, например, в отличие от коалиции, которая сейчас организуется под патронатом или под председательством Саудовской Аравии. То есть Россия все равно для всего мира на сегодняшний день является образцом того, как нужно делать дела в масштабах глобальной политики. Что такое глобальная политика? Тоже задают часто вопросы. В общем-то, люди, ну, терминов много, они как бы описывают разные, но для людей, в общем-то, на самом деле не совсем понятно. Политики существуют разные, и Российская Федерация, она осуществляет прежде всего глобальную политику, но есть внутренняя политика, это связано с тем, как устраивать экономическую, общественную, культурную жизнь внутри государства. Есть внешняя политика, это взаимодействие с другими государствами, взаимоотношения на уровне посольств. А есть глобальная политика, которая, как правило, осуществляется в целях достижения определенного порядка на всей планете. Ну, это понятно. То есть вот эти все наднациональные органы управления, типа Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Международный Олимпийский Комитет, к ним же можно причислить глобальные религии, так, например, католицизм через Ватикан, тоже орган наднационального управления, который оформлен в виде небольшого квази-государства. Либо другие формы наднационального управления. Вот все эти органы, они тоже занимаются глобальной политикой, они в той или иной степени влияют на общее состояние дел, на взаимоотношения между народами, расами, религиями и так далее, и так далее. И вот ту политику глобальную, которую осуществляет Российская Федерация на протяжении последних, ну, наверное, 15 лет, она заключается в том, что вот этот вот миропорядок, который установился даже не после 45-го года, не после Ялтинской конференции, а после развала Советского Союза, Ялтинская конференция установила двуполярный мир, то есть англосаксонский и Советский Союз. В Великобритании и Соединенные Штаты, они, в принципе, представляли один полюс управления. Советский Союз как победитель во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне, как составной части Второй мировой, это другой полюс. И вот был двуполярный мир, который на самом деле позволил человечеству развиваться без больших конфликтов. Корейская война, Вьетнамская война, Афганистан, это конфликты локальные, тем не менее, по сравнению с тем, что происходило в 1941-1945, в 1939-1945 в Европе и в Азии, это ни в какое сравнение. И человечество после Ялтинского мира получило возможность развиваться без глобальных войн. После распада Советского Союза, который на самом деле распался, многие либералы считают, что это из-за внутренних экономических проблем, на что им та же Маргарет Тэтчер в одном из своих заявлений говорит, никаких рисков военного, например, поражения со стороны Советского Союза западный мир не имел, но мы имели риски экономической экспансии Советского Союза. То есть на самом деле экономические устройства Советского Союза было настолько эффективным, Китайская Народная Республика, которая во многом имеет признаки такой же экономики, это доказывает вот на раз, два, три. Просто управляющие этой экономикой, которые занимались саботажем, маскировкой и дезинформацией, на самом деле некоторые из них даже в агентурном смысле просто являлись по телефону агентуры ряда разведок иностранных государств, они сделали ситуацию, при которой вся эта эффективность, она не играла никакой роли. И вот здесь возникает достаточно интересный вопрос, связанный с тем, что Российская Федерация сейчас, находясь в вопросах, например, Конституции, после распада Советского Союза, Конституции всех постсоветских республик писались, естественно, при участии победителей в Холодной войне. Там заложены некоторые принципы, которые понижают государственный суверенитет каждой республики. Там, например, есть отрицание существования идеологии государства. Понятное дело, после Коммунистической партии отрицание идеологии считалось, ну, это таким прогрессивным ходом, когда коммунистическая одна-единственная идеология, как государственная, считалась деспотизмом, и от этого решили отказаться. Но смысл слова идеология заключается, конечно же, в целеполагании. То есть, что такое идеал? Идеал — это цель, к которой мы стремимся. Это вот тот образ победы, вот тот образ жизни, который, например, мы хотели бы своим детям и внукам вот просто взять его и нарисовать. И это тот образ, к которому мы стремимся. Вот это и есть идеология. И получается, что идеологии официальной нет. По факту, по умолчанию, идеология либеральная. Обмани ближнего, не забудь про дальнего и прибыль любой ценой. И вот этот вот конфликт интересов, он на самом деле, конечно же, тормозит наше развитие. Но поскольку у нас есть глобальная идеология, вернемся к глобальной политике, связанная с тем, что даже несмотря на то, что на нижних этажах еще у нас либералы во многом правят медийной составляющей, экономикой и так далее, стратегически, вот этаж, который занимает президент и его аппарат, предлагает всему миру проект русской глобализации с русской идеологией. А это примерно так же, как звучит описание праздника 4 ноября, национального единства день. Когда какие бы вы ни были разные, какие бы вы ни исповедовали религии, самое главное, чтобы вы не резали друг друга. Это если простым, максимально простым языком. То есть будьте разными. Хотите республику, делайте республику. Хотите монархию, делайте монархию. Хотите исламские банки бессудного процента, делайте так. Как у вас построена душа, так и создавайте свое самоуправление. Но самое главное, чтобы на территории планеты Земля не происходили войны, когда люди убивают друг друга в интересах третьих лиц, которые пользуются плодами этого кровопролития. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Алло. Алло. Добрый вечер, Дмитрий. Светлана Симферополь. Здравствуйте. Слушаем вас. Будьте добры, ответите, как вы относитесь к объяснениям Пякина? Еще раз. Задайте вопрос еще раз. Пякина услышал, а вопроса не услышал. Как вы относитесь к его разъяснениям геополитики? Вы знаете, отношусь в целом положительно, но там есть ряд деталей, которые, ну, в общем-то, являются скорее тонкостями. В целом, я считаю, что это, пожалуй, один из немногих аналитиков, которые, ну, например, я ни разу его не видел на больших ток-шоу, на центральных каналах, но считаю, что поскольку вообще-то он офицер в погонах и человек, который занимается написанием справок для лиц, принимающих решения всю свою сознательную жизнь, то я считаю его одним из самых квалифицированных аналитиков на сегодняшний день на территории Российской Федерации. Тот анализ, который он дает с оговорками, та структура понимания, ведь анализировать можно там события новостной ленты, а можно еще и анализировать с пониманием того, вообще, как устроен мир. Его разделение на глобальные элиты, на страновые элиты, на надстрановые элиты промежуточные, его классификация даже по персоналиям, а это лежит во всех его роликах, это дорогого стоит, эти терминологические базы не пользуются ни один из гостей, например, того же Соловьева в воскресном вечере. И это понижает их интеллектуальный уровень по сравнению с этим офицером, ну, я думаю, с большим количеством звезд на погонах. Поэтому мой ответ достаточно позитивный, и я считаю, что смотреть его ролики нужно, и я даже больше скажу, его вторничные выходы вопросов и ответов сегодня являются, ну, таким, достаточно важным информационным событием в масштабах всей страны. Количество просмотров там небольшое на прямом канале, но поскольку его тиражируют там и на других аккаунтах, то это, ну, его ролики ждут, его ответы ждут, его комментарии тоже ждут. Поэтому я считаю, что это очень полезная работа. Основная проблема, и вот если посмотреть на Пякина, основная проблема все-таки заключается в том, что подавляющая часть населения не понимает, как управляется государство, не понимает, как устроена власть, не понимает, как устроена надгосударственная власть. Даже вот на уровне, вот есть предприятие, Ялтинская киностудия, есть генеральный директор, под ним вся структура управления, но над ним, безусловно, есть еще некие акционеры, которые, собственно говоря, определяют всю политику. Вот то же самое примерно с глобальным и надстрановым управлением, и поскольку Российская Федерация всегда по факту своего существования как самое крупное государство, как самое ресурсообеспеченное выходит на глобальный уровень, вот людям это нужно доносить. Ни одно средство массовой информации, ни один новостной выпуск, ни одно ток-шоу об этом в открытую не говорят. И то, что вчера Пякин сказал, что на последнем воскресном вечере только Дмитрий Саенс хоть что-то представляет о глобальном управлении, он завел разговор о троцкистах, и это на самом деле показатель. То есть количество аналитиков, политологов, которые оперируют такими терминами и таких масштабах, у нас действительно катастрофически мало. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте, Дмитрий Таран. Очень приятно всегда вас слушать. Что вы можете сказать об организации НОС, национально-освободительное движение, которое курирует Евгений Федоров? Стоит ли поддерживать его посылок в отношении биологии, Конституции, и так далее. Вы знаете. Спасибо. Это звонок и следствие. Да, НОТ и Федоров. Вы знаете, в целом, когда еще был 2013 год, и когда он делал прогнозы, связанные с тем, как будут развиваться события на Украине, то, в общем-то, многое исполнилось. Он на самом деле предвидел и эти батальоны смерти, и количество жертв, и, в общем-то, во многом он угадал. Мне, в целом, я считаю, что это, ну, как это, благонамеренный союзник. Но мне, лично мне, не очень нравится некий экстремизм, существующий в структурах НОДА, по персоналям. То есть, сам Евгений Федоров, безусловно, делает полезную работу, и поскольку находится на достаточно высоком управленческом этаже, и он озвучивает достаточно важные вещи, но некоторые члены НОДА показывают примеры экстремизма, которые, на самом деле, хотелось бы избежать. Кроме того, вот это стремление сменить оккупационную конституцию, как они говорят, на самом деле, это, как бы, обоюдоострый меч, связанный с тем, что людям показывается часть правды. Там действительно есть статьи, которые, вот, кстати, недавно Путин своим указом подписал закон, связанный с отменой пункт 4 статьи 15-й конституции, где говорится о примате международного права над законодательством Российской Федерации. То есть, точечно поправили конституцию в той части, которая, например, не соответствует целеполаганиям или идеологии по умолчанию Российской Федерации. Но менять всю конституцию, особенно в части, касающейся, например, статьи 3, связанной с самоуправлением, глава 8, связанная с самоуправлением, то есть, понимаете, можно выплеснуть всего ребенка, воду, а там выплеснуть ребенка. То есть, в конституции в этой, которая писалась, как и все на этом свете, делается из баланса, исходя из баланса сил. То есть, писали американцы, но это не значит, что они писали только они. Писали еще и представители, думающие, например, на 25-летие вперед. В нашей конституции есть масса полезных вещей, которые при полном смене конституции могут быть утеряны, и на самом деле это понизит управляемость и устойчивость управления государством. Поэтому вот эти призывы НОТ, которые, кстати, сейчас в последнее время стали исправляться, они стали выпускать ролики, которые уже не проповедуют прям вот смену конституции, вот махнули и начали новую писать. А они тоже стали, это тоже результат определенного труда, взаимодействия с ними, они стали говорить о том, чтобы корректировать существующую конституцию, даже по примеру того, как это было с пунктом 4 статьи 15. и вот в этом смысле я думаю, что просто с людьми нужно взаимодействовать, нужно проводить дискуссии, нужно проводить интервью, ток-шоу, нужно проводить информационную работу, как составную часть информационной борьбы или войны, или наоборот мира, и с союзниками нужно работать так, чтобы проговаривать цели, находить компромиссы и вот те персоналии в НОДе, которые страдают экстремизмом, их как-то вот либо выводить на чистую воду, либо локализовать. А в целом Кроме НОДа, мне на самом деле очень симпатична партия Великое Отечество, это не парламентская партия, Николай Викторович Стариков, он, кстати, был у меня два раза в эфире, 9 и 24 сентября 2014 года, недавно прошел съезд партии ПВО, который ознаменовался там несколькими такими знаковыми событиями, но главное то, что партия ПВО вдруг стала в оппозицию к либеральному курсу правительства. Это, понятное дело, все происходит перед выборами 2016 года, с точки зрения устойчивости управления, это политическая борьба на уровне партии, в общем-то, тут особых рисков нет, обсуждать, проводить диалог в обществе на тему того, как зарабатывать, как распределять средства государства, безусловно, нужно, но вот с точки зрения того, что провозглашает Николай Викторович, я считаю, что это, ну, по сравнению с Федором, хотя не сопредседателем Антимайдана, но это шаг вперед, то есть я бы расставил иерархию спикеров, которых стоит слушать, безусловно, это Пякин, Зазнобин, Ефимов, это Стариков, это Федоров, ну и дальше пошли там Фурсов и так далее, и так далее. Это если составлять себе меню, кого послушать, посмотреть насчет текущего дня, что происходит сегодня-завтра и насчет целеполагания, например, на перспективу 5-10 лет. Вот, это что касается вот ответа на этот вопрос. Хочу еще раз вернуться к тому, что наша программа, она выливалась несколько раз во встречи в реале с нашими телезрителями, причем телезрители наши, они, как оказывается, не только люди, ну, за 40, не только люди, которые смотрят действительно, ну, не то, что профессиональных интересов, а с точки зрения того, что в жизни в Советском Союзе она приучила к тому, чтобы следить за политикой. То есть люди, на которым за 35, за 40, они действительно считают, что в политике нужно участвовать, иначе, если в ней не участвуют, то люди, ну, можно стать травой на этом поле. А молодежи, молодежи, безусловно, меньше, но в связи с тем, что мы организовываем курсы, тренинги, мастер-классы по ораторскому делу как управленческой дисциплине, в которой, безусловно, разбираем все стратагемы и скрипты информационной работы с населением и в государственном, региональном масштабе, и в глобальном масштабе. Приглашаю всех по вторникам, четвергам с 12 до 14 на наши занятия, познакомимся, поговорим в реале, ответим на вопросы более детально. А мне показывает, что уже заканчивается время. В эфире была информационная война, эфир среды, сегодня 23 декабря. Встретимся с вами в пятницу. Пока с наступающим еще не поздравляю. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова